Друзья, приветствую! Роман из Щелково Московской области прислал посылку с образцами масла Shell Helix HX8 530, A5B5 и допуски Форда. Масло полнозольное из Мазды. Так, сейчас покажу вам две бумажки. Вот само масло, лабораторный анализ с одного известного ресурса, самого известного. Так, с данными и описание автомобиля. Это Mazda 6 с двух с половиной литровым бензиновым мотором, 192 силы, 6000 пробега и 200 моточасов. Значит, такого масла я еще не проверял, поэтому создам эталон, а потом проверю отработку. Кстати, интересные получились результаты и даже интересно по машине. Так, закладываю пару капель. Сейчас прибор измерит спектр. Посмотрим, что там намерит. Подкорректируем по необходимости. Так, вот такая спектрограмма. Смотрите, пиков из терровых я практически не вижу, поэтому я даже не стал увеличивать эти фрагменты. Сразу перейду к корректированию. Посмотрим, что прибор намеряет. Вот это масло. Так, пункты, по которым анализируется. И посмотрите, как обалдеть. 148 процентов противоизносных присадок намерил. Хо-хо-хо. Очень какой-то высокий уровень слишком. Не знаю, может такая партия попала. Этот уровень я выставляю как 100 процентов. Далее, сам прибор намерил. Посмотрите, щелочное 11,3. Ну, полнозольное, но тоже с большим запасом. И 168 кислотное. Кстати, кислотное достаточно низкое для полнозольного масла. Но это, я думаю, что база GTL, она сама по себе чище, чем база VHVI из масла. То есть, в газе априори, я так понимаю, меньше всяких химических примесей. Так, эталоны сохранил. И можно приступать, значит, к проверке отработки. Еще раз, вот данное масло. Пробег общего автомобиля 80 тысяч километров. Доливок не было. И топливо Газпромнефть G-Drive 95 и 100. Здесь, конечно, вопрос актуальный, насколько разжижится масло. Все-таки это у нас Мазда. Так, смотрите, противоизносных присадок 65 процентов. Ну, нормальный уровень. Гликоль одна десятая. Это, кстати, может быть вполне от сотого бензина. Я уже сталкивался с такой ситуацией. Высокооктановые бензины. В них то ли спирты добавляют, то ли что-то такое. И вот у них они дают по гликоле ступенечку. Так, нитрование на приемлемом уровне. Сажи 0,02 процента. Тоже нормальный процесс сгорания происходит. И посмотрите, значит, кислотное 2,15. А щелочное еще 8,5. Еще большой запас. Ну, полнозольное масло. Посмотрите, как мало воды. Меньше, чем свежим. То есть, такой... Прошу обращения. Режим. Такой, видимо, с высокой скоростью. Ну, средние 30. Скорее всего, это смешанный режим. Такой не только город, но и трасса. Возможно, пробу брали после езды по трассе, когда масло выпарено было и воды практически нет. Ну и вот такой важнейший вопрос. Что произошло с вязкостью? Посмотрите, я очень удивлен. Мазда, которая отлично работает. Смотрите, разжижение здесь всего плюс 26 процентов от максимального. То есть, ну, максимум на четверть разжижилось масло. Абсолютно нормальная ситуация. То есть, этот мотор работает без каких-то вообще нареканий. Вообще все супер. Вот. Чаще всего Мазды сильно разжижает. Ну, это, честно говоря, я не специалист по Мазде. Возможно, это не SkyActiv. Ну и посмотрите, что получилось по результатам. Конечно, щелочное очень высокое. Но, в принципе, и посмотрите, и кислотное держится. То есть, всего, грубо говоря, на пол единицы выросло кислотное. То есть, окисление. Значит, медленно процесс происходит. И, соответственно, и щелочной расходуется значительно меньше. И вот получилось 17500 и 580 моточасов. Шикарный результат. Ну, полнозольное масло с большим запасом. Жирное. Тут, наверное, если 148 процентов противоизносных присадок, если прибор измерил корректно, то здесь явно уронили какое-то ведро с присадками в эту партию. Очень жирное масло получилось. Ну, причем прибор сам это намерил. И кислотное, и щелочное я тут даже никаких корректировок не вносил. На мой взгляд, они очень правдоподобные. Вот. Ну, что тут можно сказать. Масло супер. Ну, к сожалению, шел ушел. Как говорится, скатертью по жопе. Вот такой получился тест. Благодарю Романа за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.